Любимое время нашей программы. Мы его просто обожаем, потому что в этот момент нам дарят подарки. Особенно мы любим, когда нам, конечно, дарят какую-нибудь еду. Но еду нам не дарят. Но еду нам почти не дарят. Поэтому, Светлана Радонидовна, рассказывай, что вы нам принесли сегодня. Кирилл, если бы вы мне прямым текстом сказали, следи, неси еду, так я бы, конечно, вам принесла. Мне же не трудно испечь для вас хоть блинов, хоть морковный торт, ничего не жалко. В следующий раз приходите с едой. Ладно, Светлана Радонидовна, что принесли? А я принесла то, что нельзя купить. А можно только получить в подарок. Класс. Мы любим такие экземпляры. Да, я тоже люблю такие экземпляры и люблю дарить. У нас есть проект Профтренд. И второй год мы делаем вот такие календари про Профтренд. Это события прошлого года в рамках Профтренда. Ну и весь год предстоящий, пожалуйста, вам в музей. Спасибо большое. Здорово, спасибо большое. Ну и вот следующий момент, перед тем, как мы начнем записывать нашу программу, обычно гости в этот момент говорят, да что же вы над нами издеваетесь? Но мы не издеваемся. Но мы не издеваемся, мы всегда предупреждаем. Это такая некая проверка на профпригодность. Странно это звучит. Белый кирилл. Нет. Светлана Радонидовна. Даже я не знаю, что он. Да, поскольку вы занимаетесь, грубо говоря, профориентацией школьников, вы всегда примерно, так вот этот способен быть атомщиком, этот способен быть там этим. Вот если бы вы нас с Лидой увидели на улице, мы бы просто шли, вы бы нас не знали. Вот глядя на нас, что можно было бы сказать? В какую профессию можно было бы нас определить сразу? Ну, у Лиды типаж учительницы начальных классов. Немецкого! Или воспитатели детского сада, несмотря на холодность, такую вот внешнюю холодность в лице и ровную спинку. Кирилл, а тебя и типаж, наверное, тренера этих вот тяжелых атлетчиков. Сумаист. Сумаист. Спасибо. Спасибо. Все, профориентации прошли. Пойдемте. Терминалы для оплаты штрафов ГИБДД, отмена льгот диабетикам и самые востребованные профессии. О чем говорит город, говорим. И мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии. Кирилл Васенин. И Лидия Шуларева. Подключаемся. Давайте поскорее, ребята. На неделе ты вместе с сотрудниками ГИБДД тестировал их новое оборудование. И сейчас можно оплачивать штрафы, договориться на месте, что называется. Да, на самом деле, я когда собирался на эту съемку, мне казалось, что это такая смешная шутка, когда ты подходишь, а можно мы на месте договоримся? И тебя не вяжут в этот момент. А дают терминал. Да, тебе просто дают терминал, и ты такой карточку, вот как в магазине, карточку приложил, пип, все, штраф оплатил. Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, это прям вот фьючер знал, вот прям вот квинтэссенция этой фразы. Фьючер знал, будущее пришло, вот оно сейчас. Слушай, а взятки можно так платить? Ну, там, к сожалению, все эти кассовые аппаратики привязаны к определенному счету. И нельзя просто взять и, а, так, мне надо сегодня на пен и напиток, так, на закусочку, давайте-ка не 500 рублей штрафик, а 750, мне хватит. И ты такой, пип, и там 500 рублей ушло на штраф, 250 отправилась. А ты знаешь, так тебе подмигивает, подмигивает сотрудник ГИБДД, ты говоришь, так, у меня на Алика нет. Он говорит, не вопрос. На самом деле, было бы еще замечательно, если бы, знаешь, так вот, две машинки вы так доставали. Это или это, выбирайте. Ты в любую пип. Он говорит, о, пасибочки, сегодня у нас замечательный вечер. Здесь дороже? Да. С чеком. Здесь дешевле без чека. Да, выбирай. Ну, на самом деле, мне кажется, это прям вот настолько здорово сделано, я прям был в приятном восторге от этого нововведения. Потому что мы пока стояли на дороге, люди, во-первых, а, мы спрашивали у водителя, типа, ну и как вам? Такое нововведение, люди говорили, вообще классно. Потому что, да, ты нарушил, да, тебе выписали штраф. Это неприятно всегда, но ты же понимаешь, что ты все равно виноват. Ты нарушил, ну, определенные пункты, правил, которые, возможно, могли привести к ГИБДД. Нарушил, плати. Нарушил, плати. Но при этом сэкономил время. Не надо стоять нигде. Да, противность наказания состоялась, ты в состоянии сейчас сразу оплатить и ехать себе дальше и просто забыть об этом штрафе. Вот просто взять и забыть. К не очень хорошим новостям. Льготы диабетикам все-таки отменили в нашем славном граде Сарове. Помнишь, мы в конце прошлого года обсуждали это злополучное 232-е постановление, по которому муниципалитеты не могут финансировать ряд социальных пунктов всевозможных. Это льготы. Сюда и обеды входили. И бесплатные завтраки для школьников. И сюда же входили льготы для диабетиков. Это компенсация на приобретение тест-полосок. И удалось отстоять. Тогда очень много комитетов, очень много обсуждений. Врачей приглашали, диабетиков приглашали. И удалось сохранить. Но прошел месяц-полтора с начала года, и эти льготы все-таки отменили. А почему? Ссылайся опять на это 232-е постановление. Но их же уже отстояли. Пришла установка, что с 11 февраля льготы отменяются, потому что есть 232-е. И нарушение этого постановления может повлечь за собой вплоть до уголовной ответственности на то лицо, которое под этими льготами подписывается. Ну, то есть никто не хочет сесть в тюрьму, а как будут жить? Вопрос такой неоднозначный, да, потому что рассматривали его со всех сторон. По-всякому, по-разному. В декабре мы обсуждали с тобой, делали репортажи, брала комментарии у депутатов, у врачей. И все сошлись на том, что эти льготы нужно оставить. У нас 200 диабетиков, не такая уж большая сумма получается для бюджета. Но вот получается Минфин против. Есть 232-е, сейчас все кроет этим 232-е. Мне все интересно. Вот когда принимают... Я человек, который очень далек от паркета, мне интересно. Вот когда принимается такой закон, но власть имущий же понимает, что на другую чашу весов, вот они висят, да, со своим этим 232-м законом, а на другую чашу весов те, кто пострадает. По большому счету те, кто сидят у власти, они же не пострадают от этого. Им говорят, да, ну, уголовной ответственности мы избежим, да, мы в соответствии с законом все дело, мы правы. По законам и правы. Но почему вот о тех людях, которые с другой стороны, они не заботятся? Грубые. Помнишь, Харьево? Ты о какой власти, какого уровня сейчас говоришь? Даже о самом верхнем уровне власти. Вот они когда принимают, они же понимают, к чему это приведет. Я больше чем уверен, что они считают, эти просчитывают. Так, ну в Сарове 200 человек. Ну подожди, Кирилл, блин, нам надо Венесуэле помочь, Кубе помочь. Кому там еще помочь? Ну в Сирии еще продолжаем. В Сирии, конечно. Ну какие диабетики в России, о чем ты? В Сарове 200 человек. Да, да, да. Поэтому есть информация от администрации, что вот до последнего момента Саров оставался последним городом в России, кто вот эти льготы еще сохранил. 232-е постановление было выпущено в марте прошлого года. И все откозыряли, а у нас вроде до последнего боролись, но вот все-таки пластмассовый мир победил в очередной раз. Ну слушайте, ну вот хотели создавать какое-то НКО, то есть некоммерческую структуру, на которую, грубо говоря, переводить деньги, и которые бы эти все льготы... Да, Кирюш, Кирюш, это же история с животными. Они говорят, что питомник-то для животных обязательно надо сохранять любой ценой, потому что животное наше все. О людях никто не говорил. Любая идея, она может доведена быть до абсурда. Это как идея о толерантности в Европе и в США. История с журналом Esquire, которые написали о неком мальчике Райане Моргане, старшекласснике, который волею судеб, или это уже какое-то проклятие, видимо, там он оказался гетеросексуален, светлокош, и, в общем, без всяких там отклонений в сторону того или иного меньшинства. И это его проклятие. На страницах журнала Райан рассказал, как тяжело жить человеку, который не принадлежит никакому меньшинству. Потому что действительно ситуация доведена до абсурда. Да, я полностью за толерантность. Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать, да, кого любить, в чем ходить, какую религию исповедовать. Абсолютно нет никакой разницы между человеком со светлой кожей или темной кожей, потому что кровь-то у нас у всех красная, грубо говоря. Все мы равны. Но доводить до абсурда вот эту ситуацию тоже нельзя. Мне кажется, это очень дурная практика, когда у нас на законодательном уровне, вообще в мире, я имею в виду не у нас, а именно в мире, на законодательном уровне, на уровне области штата, край, район и так далее, начинают занимать позицию меньшинства. Их как-то выделять. Они такие же люди, они как минимум граждане одного и того же государства. Какое притеснение? О чем говорят? Где кого притеснили? Я вообще этого не понимаю. Я вообще считаю, что люди делятся на две категории всего лишь в мире. Есть хорошие люди, а есть люди плохие. Я по традиции, когда заходит разговор о каких-то меньшинствах и так далее, я всегда говорю одно. Может быть, кем угодно. Это не мое дело. И я, ну, как ты говоришь, толерантен практически к любому проявлению каких-то, не знаю, своих каких-то желаний и мечт. Ради бога. Только не выставляйте это на показ. Вы там будьте сами в себе, и все остальное – это ваше личное дело. Как это говорят? По разуме не надо ходить, я вот к чему. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Да, да, да. Живи сам и не мешай жить другим, и все будет хорошо. А что хочешь, что не мешать? И в этом контексте мне очень нравится, что в нашей стране эта толерантность не доведена вот до этого абсурда. И меньшинства в этот момент начинают «А-а-а-а, нас притесняли!» Да никого у нас не притесняют. Ни меньшинства, ни большинства, никого. Живем мы странно, но более-менее дружно, если посмотреть на эту же Америку. Пока в Америке страдают от толерантности, у нас страдают от чрезмерной бюрократии. так например жительница братска что в иркутской области обратилась в прокуратуру с просьбой внимание засвидетельствовать что она жива ребята не закапывается еще дышу это бога льда николай васильевич вот просто может быть это инкарнация эти кола и васильич как раз нет человек на полном серьезе она приходит живая ногами пришла в жек и вернее менять стопы стопы вы уже вы уже умерли да на самом деле понимаешь что это нам смешно человеку не смешно в октябре 18 года она попала во все информационные базы как вот собственно отправившиеся до в последнее путешествие на тот свет и после этого и прекратили выплачивать пенсию заблокировали все банковские счета аннулировали медицинский страховой полис и прочее 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 вытекающие ну вот что происходит с людьми которые умирают они пропадают изо всех баз вот оказалось что они исчезают то есть ты можешь физически быть жив но как бы ты исчез из всех из всех баз и попробовать докажи что ты живой усы лапы и хвост уже в общем-то даже если вы хотите доказательства скажу да 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 но тем не менее прокуратура проводит следствие не установили что в августе 18 года в городе усолье сибирская медики зафиксировали смерть женщины называвший себя также как жительница братска вот такая вот вышла путаница какая же какая нелегкая работа у прокуроров доказывать всем что человек жив причем ладно ты же в живую человека видишь вот он перед тобой не менее на бумагах мертвой жесть очень фарвара жесть как она есть да поэтому я даже не знаю тотальная толерантность или вот такие проблемы с бюрократией в нашей стране продолжая тему отношения к власти левада центр социологи провели опрос насколько россияне доверяют нашей власти и вот выяснили что более половины россияны именно 52 процента считает что руководство государства и чиновники лгут о реальном положении дел в стране ну вот просто не верят потому что говорят высокопоставленные люди не верят ни президенту не министром не чиновников на местах 52 процента это много кирилл это больше чем половина это больше чем половина населения огромной страны с огромной территории то есть каждый второй на улице нет я не верю я верю в новостях сказали вы вторую прийти нет и наоборот да все давай проведем аналитику сара и давай вы доверяете представителям власти и чиновникам нет почему не знаю потому что как бы сказать ну везде обман один вопрос хороший здесь от как каждого конкретного чиновника зависит доверяю я ему или нет как бы обобщать то смысла не то есть некоторые можно доверять некоторые можно не очень а почему так вот такое у меня мнение нет и вы не доверяете такой вопрос люди от него шарахаются я рассчитываю только на себя нет не доверяем пока а почему но не все выполняется что народ просит так скажем нет почему а потому что не обмануть все время а чем доверять чиновникам нет всем доверяем но проверять надо а как проверяете ну как можем так живем до доверяем ухты да а чего такого а почему и нет раз живем в этом городе значит должны доверять на сто процентов же никто не не будет исполнять свои обязанности правильно там где-то со свои плюсы минусы правильно вот так что перед тем как с людей что-то спрашивать надо им что-то дать чтобы они это все делали но к нашей беседе подключается светлана михайлова листром методист ддт светлана арнольдовна здравствуйте здравствуйте первым делом вводим пароль да кирилл вот тот и подготовил господи светлана арнольдовна с чем занимается чем она занимала ориентирует детей кому кем быть в будущем поэтому для вас профтренд порой сегодняшнего нашего а вот так все просто или давайте русскими конечно мы живем в русской стране правильно потому что иначе получается что у нас тут отлично с вами да слана арнольдовна хотим с вами сегодня поговорить о профессиях проект профтренд самом разгаре мы буквально третий год и чуть ли не каждый день мы выезжаем к вам и снимаем профтренды минимум раз в месяц прям ступо раз в неделю мне кажется три раза в месяц минимум вы к нам приезжайте поскольку дети все разные интересы профессиональные у всех разные мечты естественно широчайший диапазон а нам хочется охватить необъятное и все это вложить форматы проекта профтренд поэтому мы и пытаемся делать как можно больше чтобы у детей был выбор вот возьмем февраль месяц до неделю с 11 по фактически 17 февраля в понедельник 11 февраля мы погружались в профессию переводчика синхрониста музея оружия со специалистами ядерного центра и это было это было так классно это был такой драйв а зачем сотрудник ядерного центра переводчика синхрониста здравствуйте они же не выездные все ну конечно во первых они частично выездные эти выездные во вторых у нас очень большое количество в сарове я имею ввиду в ядерном центре в частности международных конференций встреч симпозиумов проходит здесь нашем городе и там тоже нужны переводчики желательно синхронисты потому что редкий ученый может долго ждать пока там кто-то где-то скажет стоп ему надо что-то сразу шел перевод и перебью вас мне кажется что переводчик синхронист несколько отличается от переводчика синхрониста в арфе от снеев потому что там же лексика специфическая да мы погружали детей в технический перевод специализированный да понимаете можно быть великим искусствоведом и хорошо говорить на тему искусства можно быть великим критиком драматургическим можно быть не знаю врачом прекрасным учителем у каждого своя специфика в терминах то чем занимается ядерный центр безусловно и в русском и в английском французском и японском имеет свою особенность и чем больше наши дети заканчивая школу будут знать о языках и о технических особенностях физики химии сопутствующих дисциплин и уже узкого профиля ну как газодинамика например тем проще им потом будет учиться дальше и как я говорю первое образование независимо от того кем вы хотите стать должно быть техническое тогда человек не будет растекаться я гуманитарий гуманитариям сложнее вообще сложно не доходится во первых подстраиваться под алгоритм мысли технарей а гуманитариям всегда трудно себя вбивать в шаблоны какие-то мы любим мысию по древу вы эмоции добавляете вы радуетесь жизни инженер знает где взять информацию зачем она ему нужна как ее обработать где применить вот это мучает инженеров я начала то с февраля с 11 февраля у нас был февраля с 14 февраля мы погрузились в специфику работы фитнес-тренера зачем спросу спрашивается нам это надо для умных и для сильных чтобы мы смотрим на деток детки что вам интересно какие профессии детки какие сейчас хотят быть все прежде всего красивые охота до что такие вот накаченные поняла ровая я здоровый красный умный то они у нас априори мы все время детям говорим у нас талантливые у нас незаурядные вы у нас вообще таких вторых и 25 просто нет дальше после того как мы с фитнес-тренерами все обсудили мы начали готовиться к атласу профессии в неф далее у нас оператор станков с чпу и рабочие профессии это профпробы еще у нас впереди профпробы врач на ваш взгляд проект или три года третий год третий год будет идет проект какой самый был но самый живой отклик на то что рассказывали самая яркая до самой яркой мероприятие который прям прошло таки я вот вспоминаю профессия которая зашла всем я вспоминаю поваров я прям помню когда было туз профессии наверно какой-то один из и были повара которые делали делать пирожные прям было здорово на ваш взгляд какой самое самое яркое интересное было мероприятие они все неповторимые на атласе профессий вам как любителю сладкого наверно понравился повар и кондитеры но я знаю что дети были в восторге от георгия рогожникова которая рассказывал про лазерное изучение про свойства лазера вообще оптических квантовых генераторов что они себя представляют и любишь ли я очень люблю кстати квантовую физику не знали ровные генератора с ударами дети были в восторге от дозиметрии как науки и когда их заставили одевать костюмы химзащиты когда в школе это всегда хихиха ха а здесь им сказали вы знаете на зону радиации нам надо удалять источники радиоактивного заражения пожалуйста средства защиты индивидуально нужно вынести пострадавших раненых и они в какой-то момент включались в эту игру и понимали вообще степень ответственности дозиметриста перед человечеством спецколонны для детей тоже было откровение что у нас когда наши это не страшная тайна это люди знают когда наши изделия либо какую-то необходимую продукцию нужно вывести на полигоны либо за пределы города то спецколонны выстраивается в определенном порядке и детей учили логически мыслить в каком порядке на как это должно быть кто кого защищает кто где кого подстраховывает то что это тоже определенная специфика сотрудников главного инженера либо водителя спецколонны хотим с вами еще обсудить такую профессию которой каждый из нас имеет отношение это журналистика я знаю что вы посвятили много лет своей жизни работе на канале 16 сейчас детей наставляете в том числе вопросов журналистики но при этом современные в современном мире мастодонты журналистики такие как познер до парфенов этот же даренко они говорят журналистика в россии мертва ее нет она умерла очень давно и когда она воскреснет поздно рассказал мне раньше 52 года это точно и в интервью в одном из интервью он сказал когда ко мне люди подходят и говорят я мечтаю быть журналистом и им отвечает может быть в чем-то другом себя попробуешь а если ничего другого уж не умеешь ну как бы ладно обречен быть журналистом вот ваше мнение что у нас журналистикой детям я всегда говорю так дорогие дети журналистом вы станете в том случае если вы хорошо знаете русский язык но если вы собираетесь работать в ранее журналистом то есть богатый словарный запас широкий кругозор много читаете хорошая память вам интересно все о чем вы говорите слышите видите все что вокруг вас происходит и если вы сможете влюбить в себя человека за короткое время и влюбиться в своего собеседника за короткое за короткое время для того чтобы помочь ему раскрыться перед камерами и быть таким же естественным как вы вот это те условия которые на мой взгляд должны быть у журналиста у журналиста как у человека дающего неограниченному кругу лиц широчайшую информацию обо всем что происходит другой вопрос может быть отговаривать быть журналистами нет я детям говорю так что получите профессию любую профессию не журналистика а профессия которая может вам дать потом возможность заработать а в журналистику вы придете если это ваша судьба и уже никуда не уйдете но это да это наркотик жесткий да я сюда я пришла в журналистику в 90-м году так сложилось да еще никто не родился я уже до пришла не я уже был уже был но и хорошо молодец успел такое знаете состояние вечного это зуд ну чём рожа вечная несколько раз пыталась завязать вот честно я бросала телевидение пыталась завязать и пыталась стать нормальным человеком я не могу меня я возвращаюсь и думаю если бы может быть кто-то меня отговорил свое время хотя вы знаете я еще в первом классе клеила газетки там и потом мы всей семьей эти газетки читали вот как бы мне все было определено казалось бы но вдруг я бы пошла работать врачом стоматологом и была бы счастливым человеком думаю другому не мешает но можно журналистом быть счастливым человеком будешь блогером стоматологом потому что может действительно отговаривать ребяток и говорит что касается поздно радаренко парфенова людей работающих имеющих во первых несколько гражданств работающих по разным заданиям разных структур и говорящих о том что у нас цензура или у нас нет правда или у нас нет перспективы или у нас нет журналистики все очень субъективно никто не требует от журналиста истины в последней инстанции людям нужны новости и нужна максимально объективная информация то есть этой серии меня не интересует что вы лидия думаете как журналист или как человек вы мне покажите что происходило там где вы я согласна с вами и по большому счету все другое дело когда человека распирает и хочется выразить свое отношение к происходящему на блогеру становиться ну например да меня тоже порой несет и еще когда вот я была ведущим до прямых эфирах то собеседники опасались и говорили света пожалуйста вот это не трогай тему ладно или вот если будем говорить а вот это хотя бы ты не говори и некоторые даже под столом ногой наступали чтобы я заткнулась вовремя и уже затыкалась не всегда были ситуации или допустим там были люди которые для меня не авторитет ну например был это еще 90 годы вы еще были маленькие до родился нет я родилась да это были первые выборы законодательного собрания когда распался советский союз когда начались другие системы и выборов и вообще органов власти и и тогда у нас губернаторы тоже выбирались на было время и у немцова в конкурентах была нина витальна зверева тогда был такой вадим булавинов в генч булавина в кандидатах и он приехал к нам и пришел к нам на эфир не по неосторожности своей булавинов да не осторожно так он вышел и нина витальна вышла после эфира со мной сказал свет отлично все я тебе 5 ставлю как педагог на коллега да мы с ней вообще беседовали чем прямой эфир то да не предсказуем опять же результатами а вадим евгений вышел после эфира сказал ну у меня много в жизни было стервозных людей но такую я первый раз вообще я это расценила как комплимент потому что для журналистов важно порой быть стервом стервом так идти им в журналистику всем или детям если еще раз вернусь если они хорошо читают говорят думают анализируют все любят умеют ну пусть идут только для начала пусть получит профессию которая их может прокормить журналисты инженер с высшим образованием 17 раз ему отказали во внефе и он пришел на телевидение нет мне только один раз отказали я по правому признаку не подошла это судьба это получается это счастье не многое потеряли для внефе счастье и для меня выиграли все твои 17 отказов это тоже счастье для тебя и для внефе они кстати на самом деле те кто смотрит нашу программу сотрудники градообразующего предприятия они мне не один раз уже говорили ну ты там на нас что-то каждый раз на нас наезжаешь программе я не наезжаю просто обиделся это у тебя комплекс это у меня конечно ты никак не можешь это простить отпусти ситуацию но это уже тема другой программы будем отпускать твои комплексы на канале лента ру появилась новость о том что в роспотребнадзоре всерьез задумались об официальном ограничении объема талии предлагают брать пример с японии где граждане от 40 до 75 лет ежегодно замеряют свои животики и в случае превышения нормы 80 сантиметров для женщин и в 90 для мужчин отправляются на консультации по снижению веса физические нагрузки витамины правильное питание все для того чтобы люди были здоровы и жили как можно дольше а там глядишь можно быть еще немножко пенсионный возраст поднять рекламную кампанию ни в какие рамки спортивного бренда рыбок не обсудил только ленивый слоган пересятся гли мужского одобрения на мужское лицо просто взорвал интернет и поделил людей на ладно будем откровенны такой подход мало кого привел восторг фоточки быстро удалили кого надо уволили хотя может и зря уволили продажи то растут и а главном в госдуме в первом чтении приняли закон о суверенном интернете по мнению его авторов отключение от всемирной паутины повысит информационную безопасность граждан по моему скромному мнению это значит что государство сможет саму решать какие сайты нам посещать а какие нет ну знаете как в китае где аналогичная система золотой щит действует уже много лет те кто приходит к нам первый раз всегда попадают сначала на эту игру она называется третью не дано хорошо поехали брюки ли юбка брюки отлично опоздать или прийти пораньше пораньше зеленый или черный чай зеленый шоколадный или прям пломбир из мороженого белая пломбир шумная компания или ужин на двоих работа третьего не дано ребят понимаете море или горы море водитель или пассажир пассажир смс или звонок звонок выдумка или реальность реальность виртуальное общение или живое живое руководитель или исполнитель руководитель красная или белая красная аточки ручка ликвиатура ручка аналоговый человек причем ручка чернильная с золотым пером подаренная генназием закирующим каратаевым в 2000 году кирилл наш традиционное фото на память улыбаемся и машем ну а на этом все увидимся с вами ровно через неделю пока пока счастлива